МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости ТВК. Меня зовут Илья Зайцев. В ближайшие 30 минут я и мои коллеги подведем информационные итоги последнего дня этой весны, 31 мая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем со срочной новости. В городе Междуреченске Кемеровской области в жилой пятиэтажке обрушился подъезд. По данным местных информагентств, погиб один человек, еще трое получили травмы. При разборе завалов спасателям удалось извлечь еще двоих пострадавших. Предварительной причиной обрушения могли стать нарушения при строительстве магазина на первом этаже. Сообщается также, что уже создан штаб для расследования причин обрушения и ликвидации его последствий. Возглавил его губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. И местная новость, тоже новость последних минут. Микрорайон Николаевка сейчас остался без электричества. Как поясняет службе 205, света нет из-за аварии на улице Чкалова. Там повалило дерево, оно перегородило проезжую часть и оборвало электропровода. На месте работали службы, сейчас проезжая часть свободна. По прогнозам, непогода простоит в городе и завтра ожидается дождь и до 17 градусов выше нуля в дневное время. А в крае местами возможен град и порывы ветра до 20 метров в секунду, предупреждают синоптики. Подробный прогноз погоды на завтра в завершении нашего выпуска. А во дворе дома на Джамбульской 2В асфальт пролежал год и начал проваливаться, образуя на проезжей части глубокие воронки. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, в прошлом году там за муниципальные деньги меняли инженерные сети. А уже в этом году, во время промывки этих сетей, заасфальтированная площадка показала свою ненадежность. Также в мэрии пообещали засыпать дыры песчаной смесью. Ее завезли сегодня. Позже будет решаться вопрос, за чей счет восстановят провалы в дороге. И к событиям политическим никаких неожиданностей нет, результаты утвердили. Сегодня на Оргкомитете праймера Съедины России в крае обсудили итоги предварительного голосования, рассмотрели жалобы и пришли к выводу. Выборы предварительные прошли честно. Тем не менее, в Оргкомитете все же не отрицают. Нарушения возможны и были. Больше всего жалоб поступило на работу участка в Октябрьском районе. Там были зафиксированы, например, факты подвоза людей. Но, говорят, есть только абстрактные фотографии, без привязки к конкретному кандидату. А такие жалобы во внимание не принимаются. Валерий Семенов, секретарь регионального отделения партии, подчеркнул, Оргкомитет не следственный комитет. Подающий жалобу, он должен приложить обоснованные факты, которые могут быть ссылкой на неправомерные действия того или иного участника процесса. Это вот очень важно понимать. А если такие факты не предоставляются, ну, у нас по тому же Октябрьскому району в течение двух дней пришло 16 жалоб, практически написанных под копирку. Это тоже может быть своеобразная акция, да? Или участников предварительного голосования, или, может быть, жителей района, или, может, наших политических оппонентов. Об итогах предварительного голосования в советском районе Красноярска продолжим говорить сегодня в 20.30 в программе «После новостей». Ждем в студии участницу праймерис, действующего депутата Законодательного собрания «Края» журналиста Марину Добровольскую. Будем обсуждать, пожалуй, одни из самых неожиданных результатов в Красноярске. Свои вопросы и мнения можете отправлять уже сейчас на наш СМС-сервис номер 9020, в начале ТВК, пробелы, далее ваш текст. Или звоните по телефону 265-45-00. И к другим темам. 10 тысяч за покровительство. Полицейские задержали вымогателей, которые требовали с уличных торговцев деньги, прям как в 90-х. По их словам, за право спокойно работать нужно было платить. Между тем, людей, которые продают на улицах овощи, бытовой инвентарь рассаду становится все больше. Мы попытались разобраться, с чем это связано и как регулируется этот стихийный рынок. Смотрим. Ты, наверное, не догоняешь, что мы серьезные люди, понимаешь? Ну и что, ты хочешь, чтобы я тоже уделял внимание? Конечно, все уделяют. Уделить внимание – это значит заплатить деньги. Вот эти люди были задержаны по подозрению в вымогательстве. С уличных торговцев они требовали по 10 тысяч в месяц. Такова цена спокойной работы и покровительства в лице этих мужчин. В противном случае расправы, говорили они, было не миновать. На сегодняшний день установили на пять потерпевших. Деятельность преступной группы сотрудниками полиции пресечена. В ходе обыска стражи порядка обнаружили и изъяли у задержанных пневматические пистолеты. Орудовали крышеватели в районе автовокзала. Сейчас в полиции просят откликнуться всех, кто пострадал от их действий. Только рассказывать об этом торговцы почему-то не торопятся. К вам никто ни разу не подходил? Нам нет. Я 22 года на рынке, я уже, если что, послать могу. Мы уже 90-е проходили. Но 90-е, похоже, возвращаются вместе с бабушками. На улицы вышли и столеры, и ценители литературы, и кулинары. Уличные прилавки сегодня на остановках сродни телемагазину, только не на диване. У каждого продавца своя история, как он сюда попал, но причина для всех одна. Я, конечно, пошла на завод, как раньше все люди работали. А сейчас нету такого. Я говорю, хлебозаводи 13 тысяч, ну и что на них можно? Плюс квартиру снимать, плюс еще что-то. За квартиру надо. 34 так выходит. Денег не хватает, можно и все-таки что-то продал. Купишь сметану, молоко, мясо надо покупать. По данным департамента экономики, в Красноярске около 170 уличных торговцев, но по сути прилавочников никто не считает. В городе есть строго отведенные для торговли точки, но с насиженных мест никто никого не гонит, по крайней мере, так говорят в мэрии. Чиновники признают, время тяжелое, и каждый выживает как может. Мы заняли позицию именно наблюдения и определили для себя позицию невмешательства. Естественно, специально никто не занимается тем, чтобы сознательно выгонять с этих мест тех людей, которые не находятся, допустим, в дислокации. Поэтому мы даем возможность работать всем. Сами чиновники говорят, этот стихийный рынок регулирует только конкуренция, но факт задержания вымогателей показал не только она. Виктория Лопатайте, Владислав Фаткуддинов, Новости ТВК. Как должна быть организована уличная торговля в Красноярске? Цивилизовано ли в современном городе продавать что-то на улице? Как вы к этому относитесь и вы делаете покупки у лоточников? Звоните нам в прямой эфир по телефону 265-45-00. Отправляйте СМС-сообщение на номер 90-20. Вначале ТВК, пробел и далее ваш текст. Или заходите в нашу группу ВКонтакте. Группа называется ТВК Красноярск. Оставляйте свои мнения, комментарии или, может быть, фотографии там. Обсудим эту тему примерно в 20-45. Важная информация для тех автолюбителей, кто планирует свой путь через центр города. Несколько минут назад на проспекте Мира от Горького до Перенсона забретили парковку. Оставить свой автомобиль не получится и на улицах, прилегающих к этому участку. А с 10 утра завтрашнего дня и до 14.00 движение по Мира будет вовсе перекрыто. Там пройдет детский карнавал. Шествие начнется ровно в полдень. Дети и их родители пройдут от улицы Горького по проспекту Мира до театра оперы и балета. Если вы не успели подготовить костюмы, но хотите принять участие, приходите в 11.30 к дому 112 на проспекте Мира и присоединяйтесь к так называемой фиолетовой колонне. Праздник продолжится на Театральной площади. Там с обеда и до 6 часов вечера пройдет ярмарка и конкурс. Через 2 минуты в новостях ТВК расскажем о начале подготовки к отопительному сезону. Также после небольшого блока рекламы подробности отставки главного тренера футбольного Енисея. Он все-таки ушел. А в третьей части нашего выпуска через 13 минут в проект «Экология» узнаем, чем мы дышали сегодня вечером и всю прошлую неделю. Это новости ТВК, и мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. Хотелось бы многого, но мы ограничены ресурсами. Именно так глава города ответил на вопрос о доступности детских образовательных учреждений. Эдхам Агбулатов провел выездную инспекцию детских учреждений и социально значимых объектов Красноярска. Все это перед активным началом сезона каникул. Глава смотрел пешеходные переходы, организацию уличных площадок и, конечно, проверял доступность детских центров. На большинстве проверенных объектов все оказалось в порядке. Тем не менее, мэр подчеркнул, к новому учебному году появится еще 30 новых пешеходных переходов у школ и детсадов. Кроме того, жители попросили обратить внимание на улицу Новосибирскую. Там якобы практически невозможно перейти дорогу. А журналисты не могли не спросить у Эдхам Агбулатова и о подходах к недавно построенным детским садам и школам. Напомню, мы не раз рассказывали, что часто к таким учреждениям невозможно подойти мамам с детьми. И вот что ответил глава города. Помните, да, когда Манилов мечтал, потом у него начал строиться через речку мост, потом на мосту, за мостом, значит, был Бельвейдер, потом они пили там чай вместе с Чичиковым и так далее в его мечтах. Поэтому, конечно, хотелось бы очень много сделать. К сожалению, мы всегда ограничены ресурсами. Поэтому, ну, наверное, неизбежно, что, начиная новое строительство, требуется какое-то время для того, чтобы довести до соответствующей комплексности освоения земельного участка. Ремонт и финансирование. Вот в чем нуждаются коммунальные объекты края. Начинается подготовка к новому отопительному сезону. Сегодня главы городов и районов сообщили губернатору края о проблемах, которые предстоит решить за лето. Среди них задолженность потребителей энергоресурсов и изношенность сетей. Как будут решать эти вопросы, узнаете в следующем материале. «Власть не может быть над этим, в стороне от этого и не наводить порядок во всех этих процессах. Поэтому я прошу ежемесячный контроль». Только так, по мнению губернатора края Виктора Толоконского, можно избежать сюрпризов перед новым отопительным сезоном. Срок для ремонтов и испытаний в крае короткий, а в северных районах он вообще минимален – до 20 августа. 1 сентября должны завершить подготовку в западных и восточных районах края. До 15 сентября – в южных. Глава региона потребовал не терять времени, ведь компаниям еще предстоит получить паспорта готовности. Серьезных аварий в крае не зафиксировали, но без нарушений не обошлось. Подавляющее большинство – 376 – произошли на электросетях. По итогам отопительного сезона только от красноярцев в службу 005 поступило 1500 жалоб на отключение электричества. Километры городских сетей нуждаются в ремонте. Объем работ должен быть проведен на сетях общей протяженностью 125,8 километров. Из них на сетях теплоснабжения 20 километров, порядка 100 километров до сети электроснабжения, также на сетях водоснабжения и канализования. Общий объем средств, которыми полагается найти цели, направить за счет всех источников порядка миллиарда рублей. Кроме того, во всем крае заменят 62 километра инженерных сетей, отремонтируют 32 котельные, 6 водозаборов и 12 водонапорных башен. Без серьезных нареканий прошел отопительный сезон в некоторых районах края. Так, например, в Березовском количество жалоб от населения уменьшилось вдвое. А вот в Нижне-Ингашском жители не раз оставались без света. В этом году с апреля месяца сети, которые процессы обслуживали, было почти 20 отключений. Причем отключений были 7 раз в более суток, 1 раз в 65 часов. Решение губернатора таково. Необходим жесткий контроль за финансами и выполнением обязательств теплоснабжающих компаний. Те, в свою очередь, жалуются на задолженности населения. Количество долгов, отмечает губернатор, должно уменьшиться благодаря закону, позволяющему оплачивать коммунальные услуги напрямую в ресурсоснабжающие организации. Пока же губернатор поручил штабу по подготовке к новому отопительному сезону чаще выезжать в города и районы, чтобы лично снимать все проблемные вопросы. Ольга Добриденко, Станислав Салтыков, Новости ТВК. Задать любые вопросы и получить грамотную консультацию. Уже завтра с 10 до 13 часов личный прием граждан будет проводить первый заместитель руководителя главного следственного управления края Александр Растрыгин. Тема соблюдения законности прав граждан в сфере экологии и землепользования. Принимать Александр Растрыгин будет в Емельяново по адресу Московская, 290. Предварительно необходимо записаться по телефону 2-47-51. Не забудьте код поселка Емельянова 39-133. Мост имени Кадырова. Безымянную переправу в Санкт-Петербурге хотят назвать в честь первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова. Идея возникла у нескольких общественных организаций. И вот накануне ее одобрила топономическая комиссия Северной столицы. Отметим, ее решение носит лишь рекомендательный характер. Впрочем, депутаты Заксобрания Петербурга тут же внесли проект обращения к губернатору с просьбой не допустить переименования моста. А 28 мая прошла уличная акция против присвоения переправе имени чеченского президента. Главный аргумент протестующих Ахмата Хаджи Кадыров не принимал непосредственного участия в жизни Петербурга. К слову, в Москве имя первого президента Чечни носит улица в районе метро Бунинская аллея. И вновь к событиям местным. 15 лет исполнилось со дня образования единственного в городе хосписного отделения. Но даже в юбилей сотрудники предпочитают говорить не о своих заслугах, а о том, как улучшить качество жизни их пациентов. На сегодня одна из самых актуальных проблем – приобретение кислородного концентратора, препарата, который для многих здесь жизненно необходим. Рассказывает Наталья Кечина. Ой, можно отдыхать? Конечно. Уже после пяти минут разговора 59-летний Геннадий Георгиевич начинает задыхаться. Мужчина – онкология легкого последней стадии. В хосписе пятый день. Здесь, говорит, невероятно добрый персонал, хороший уход, питание. Но одна беда – приступы у души, особенно по ночам. Вот ту клинику сравнил и вот эту лечение, там нам выдавали кислородные эти баллоны дышать. Подышу полегче. Я уже говорю, ты еще отдам с пенсией, чтобы был аппарат такой. Игорь Мещенинов заведует отделением 14 лет. Говорит, в идеале для отделения необходимы три концентратора, но сейчас уже хотя бы один. Все заявки поданы, но закупы, документы, обороты – это длительный процесс. А в хосписе лежат те, кто ждать не может. Учитывая, что жизнь-то человеку дается один раз, и страдания, испытываемые пациентом при нехватке воздуха, очень серьезные, ну, наверное, этот аппарат все-таки лучше иметь. Волонтер Диана уже полтора года вместе с друзьями раз в неделю приезжает сюда и оказывает посильную помощь в уходе за больными. Она сама прошла через серьезные заболевания легких, операцию, химиотерапию и знает не понаслышке, что такое, когда организму не хватает кислорода. Человека, который умирает от легочной недостаточности, на него очень страшно смотреть, потому что, ну, представляете, рыба выброшена из воды, и человек задыхается, и ты понимаешь, смотришь на него, ты вроде все для него сделал, вот все, что мог, но ты не можешь помочь ему дышать. Если человека нельзя вылечить, это еще не означает, что ему нельзя помочь. И я считаю, что каждый человек имеет право на достойную смерть. Кислородные концентраторы передвижены и очень удобны в эксплуатации. Цена вопроса. Самый простой, отечественный, стоит порядка 50 тысяч рублей. По закону хосписы не имеют права принимать деньги от благотворителей, а вот подарки имеют. Потому здесь будут рады, если кто-то из красноярцев сделает такой жизненно необходимый в прямом смысле дар. Будущие депутаты, вы слышите? Когда сюжет готовился к эфиру, стало известно, что пациент хосписа Геннадий Георгиевич скончался, мучаясь от удушья. Не запускайте рак, лед. Следите почаще за своим здоровьем. Наталья Кичина, Андрей Сенченко. Новости ТВК. И к другим темам. Красноярский футбольный клуб Енисея остался без главного тренера. Назначенный в прошлом году Амари Тетрадзе покидает команду и переходит теперь уже официально в клуб Табул, что в казахстанском чемпионате. Напомню, Тетрадзе был назначен главным тренером Енисея в октябре прошлого года. Тогда и игроки, и он сам говорили о больших планах и перспективах развития. По итогам сезона красноярские футболисты заняли 17 место и покинули футбольную национальную лигу. Этой весной Тетрадзе заявил о намерении уйти из команды, но его якобы отговорили игроки. После стало известно об увольнении директора клуба, а теперь свой пост оставил и сам Тетрадзе. Экстремальная классика. Красноярский академический симфонический оркестр готовит для красноярцев новое необычное представление. На сцене, по словам организаторов, объединятся экстремальный спорт и классическая музыка. И прямо сейчас у артистов репетиция, за ней наблюдает наша съемочная группа на прямой связи со студией Захар Письменных. Захар, скажи, насколько реально объединить такие разные вещи и когда состоится само представление? Илья, если говорить откровенно, как рассказали мне участники этого грядущего шоу, даже сами некоторые организаторы не верят в то, что получается, то, что получается. А задумано вот, что на сцене Большого концертного зала, я подчеркну на Большой сцене, на Главной сцене Большого концертного зала под музыку классическую Красноярского симфонического оркестра будут выступать и показывать свои трюки. Красноярские экстремалы – это велоспорт, это ролики, это какие-то акробатические трюки. Как видно, уже сейчас сцена преображается, на ней появляются какие-то элементы, которые неизвестны постоянным зрителям Красноярского симфонического оркестра. Это, например, трамплины, батуты, собственно, на них и будут выполнять трюки красноярские экстремалы. Как рассказали организаторы, сцена продолжит меняться, например, появится ковролин для того, чтобы смягчить немножко приземление экстремалов, никого, не дай бог, не травмировать. Так вот, тренируются, репетируют все участники этого шоу уже больше двух недель, как говорят участники, самое главное и самое сложное – это начать работать в такт, потому что, ну, стили действительно несовместимы. Ну вот, судя по репетиции, правда, экстремалы пока только начинают, судя по репетиции, пока все получается хорошо. Теперь к самому главному. Состоится это шоу 5 июня, начало в 7 часов вечера. Как говорят организаторы, еще можно успеть приобрести билеты. Ну и, в общем-то, перед началом этого шоу для всех зрителей, для всех зрителей и просто проходящих мимо большого концертного зала, еще и до начала будет фаер-шоу и также под классическую музыку. Поэтому 5 июня, 7 часов вечера. На этом пока все. Илья. Спасибо большое, Захар. Вот такие необычные и интересные эксперименты. Посмотрим, что получится. Еще раз напомню, 5 июня в 19.00 билеты можно купить в Красноярской филармонии. А Красноярцы тем временем выбрали, как будет выглядеть памятник Михаилу Годенко. Среди шести эскизов наибольшее одобрение получил вот этот. Сейчас он появится на ваших экранах. На нем известный, точнее, сейчас вы видите место, на котором появится памятник. Известный хореограф будет сидеть в позе «Нога на ногу». Вот появляется на ваших экранах. Монумент собираются поставить в сквере на пересечении проспекта Свободный и улицы имени хореографа в Октябрьском районе. Михаил Годенко, народный артист СССР, с 1963 года являлся художественным руководителем и главным балетмейстером Красноярского ансамбля «Танцы Сибири». Каждая вторая упаковка молока на красноярских прилавках «Подделка». Можно ли ее отличить на глаз? Ответ через 4 минуты. А также проект «Экология» – самая оперативная и полная картина качества красноярского воздуха. А прямо сейчас, как всегда, по вторникам наша рубрика «Экология», в которой мы в прямом эфире анализируем качество нашего воздуха. В эфире моя коллега Юлия Афанасьева. Юль, чем же мы дышали в течение последнего часа? Хотя, подозреваю, ничего страшного. Прошел дождь, и воздух наверняка стал чище. Да, Илья, все верно. На самом деле, по данным Минприроды, каких-либо превышений не зафиксировано. А вот то, чем мы с вами дышим, решили показать и зрители новостей ТВК. Они сняли город с высоты птичьего полета. И вот на получившихся кадрах видно, как днем окутала дымка зеленую рощу и правый берег. А вот ночью смог настолько плотный, что вообще не разобрать, какой район Красноярска показан на видео. А вот как это выглядит в цифрах? Сразу в пяти районах в течение недели была превышена допустимая концентрация взвешенных веществ. Это центральный, железнодорожный, советский, свердовский и ленинский районы. Я напомню, что взвешенные вещества – это пыль и сажа. Кроме этого, в Кировском и Ленинском районах в воздухе вновь обнаружен газ формальдегид. И сейчас подробнее об этом веществе. Формальдегид – бесцветный газ с резким запахом и удушающим эффектом. Очень токсичен, канцерогенен. Относится ко второму классу опасности. Используют на предприятиях мебельной, медицинской и лесной промышленности. Ну вот, кстати, в докладе Роспотребнадзора по состоянию воздуха в 2015 году сказано, что индекс загрязнения в Красноярске очень высокий. И при таких темпах загрязнения через 70 лет в городах края шансы заболеть раком превысят критические. В докладе указано, что этому способствует содержание в красноярском воздухе формальдегида и бензола. Ну вот, в северном микрорайоне в Черемушках регулярно превышена концентрация диоксида азота. Я напомню, что образуется он при сжигании топлива. И вот какой ответ пришел из Роспотребнадзора на запрос новостей ТВК о возможных нарушителях. Следует учитывать, что такие вещества, как диоксид азота, формальдегид, присутствуют в выбросах практически каждого предприятия и в значительных количествах выбросах от автотранспорта. Поэтому установить конкретный источник практически невозможно. Ну вот такой ответ. Также добавлю, что в воздухе районов Кировского и Ленинского района обнаружен еще один яд. Это гидрохлорид. Это вещество второго класса опасности с резким запахом. Используется при производстве соляной кислоты и при травлении металла. Я напомню, что сообщать о загрязнении красноярцы могут по номерам горячей линии Роспотребнадзора 8 908 015 60 10 и Минприроды 211 35 10. Ну на этом пока все. Илья. Спасибо большое, Юля. Что называется, есть такая фраза из журналистов, как страшно жить. Так вот, жить становится все страшнее. И следующая информация тоже подтверждает. Половина молочной продукции в нашем городе подделка. Об этом сегодня рассказали специалисты на круглом столе в Центре стандартизации метрологии. Проблему большого количества подделок обсуждали вместе с производителями и продавцами молочки. Казалось, что по данным сразу нескольких ведомств, это Росприроднадзор и Центр стандартизации, сами продавцы часто не догадываются, что на прилавках у них контрафакт. Недобросовестные поставщики и производители придумывают все новые способы обмана, а механизмы проверки есть не у всех. Кроме того, подделки бывают нескольких видов. Одни пытаются изменить состав, другие – упаковку. Из 43 исследованных проб, 2-4 пробы были несоответствованы по жирному кислородному составу, то есть фальсифицированы растительными жирами. Второй случай фальсификации – это несоответственно продукции заявленного состава. Если, допустим, производитель заявляет сметану 20% жирности, то по факту там 15-17% жирности. Новая платформа такси зашла в Красноярск. Международная компания Uber сегодня презентовала свое приложение. С помощью него можно заказать машину, не общаясь с оператором. Так перевозка осуществляется в 70 странах мира. Наш город стал 11-м в списке российских. Представители компании говорят, что цена поездки будет дешевле, чем у конкурентов. Преимуществом называют и возможность разделить стоимость между попутчиками. Такая услуга называется UberPool. Интересно, что оплата поездки производится только безналом. Правда, несмотря на все плюсы, сколько красноярских водителей уже подключились к Uber, в компании не сообщают. Сослались на коммерческую тайну. Привлекать автомобилистов они намерены нулевой комиссией. С нами ездить выгоднее, чем на своем автомобиле. Поэтому для нас рынок он очень огромный. То есть нам хочется, чтобы своих автомобилей вообще не было во дворах. Были только машины Uber. Мы предоставляем более низкую цену, больше людей пользуются, более эффективно водители ездят. Мы еще чуть-чуть снижаем цены, еще больше заказов, еще эффективнее. Потом мы запускаем UberPool. Это становится еще дешевле, еще больше заказов и так далее. И когда-то люди начинают переставать пользоваться своим автомобилем. Это новости ТВК. Мы продолжаем информационное вещание. И напомню, что сегодня обсуждаем уличных торговцев. Нужны ли они в цивилизованном современном городе? Пользуетесь ли вы их услугами, покупаете ли вы что-то у них? Звоните нам в прямой эфир по телефону 265-45-00. Отправляйте смс-сообщение на номер 9020. Начали ТВК, пробил и дали ваш текст. Либо оставляйте свои комментарии в нашей группе ВКонтакте. Группа называется ТВК Красноярск. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, слушаем вас. Вы знаете, я не часто покупаю, конечно, у уличных торговцев. Но обратила внимание, что вот кинотеатр-строитель, остановка почта, гордока. Вот там постоянно кто-то что-то торгует. В основном одни деда-бабушки. В основном один и тот же товар. Редиска там, мясо какое-то, значит, черемеша. И я часто бываю утром и вижу, как эти бабушки приходят, садятся на свои рабочие места. И приезжает какой-нибудь дяденька, раздает им, значит, вот такие вот товары, которые они должны продать. Ну, видимо, они там имеют какой-то процент от продажи. Я так считаю, что это какой-то предприниматель или несколько предпринимателей, которые занимаются вот этим бизнесом, которые уходят от уплаты налогов. Ведь даже государство очень много, в том числе наш Казахстанский край, теряет очень много налогов вот от таких торговцев. Возьмите, я, конечно, может быть, не по теме сейчас продолжу. Но возьмите вот эти, которые продают перегной, которые продают дрова, куча. Ведь у них нет совершенно ни лицезия, ни платят налоги. Никто это не отслеживает. Вот поэтому мы так и живем. Чиновники. Ясно. Спасибо вас большое за звонок. Есть другие мнения в нашей группе ВКонтакте. Наталья Заливан пишет. Хорошо отношусь. Тяжело пенсионерам существовать с такими крошечными пенсиями. Главное, чтобы власти с технологий не брали за полученную выгоду. Или еще одно мнение от АСИ. Отношусь как к неизбежному в условиях сложной жизни пенсионеров. А вот вымогателей запрещать нужно. Александра Гайдученя пишет. Отлично отношусь. Пусть лучше бабушки копеечку заработают, чем толстый дядя владелец супермаркетов. Или Ольга Иванова очень милый звоночек из прошлого. Домашние закатки с огорода, цветы с палисада. Или Настя Ломанова обхожу стороной, навязывает свою продукцию. Иногда бывает неприятно. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем ваше мнение. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Николаевна. Угу. Светлана Николаевна. Я это говорю, да? Да, Светлана Николаевна, слушаем вас. Я вот не против уличной торговли, но даже не отвечал за какие-то места. Потому что вот эти бабушки все занимают эти тротуары. И торгуют вообще колбасой некоторые торгуют. Неизвестно какого происхождения по 120 рублей. Мясо с машин тоже торгуют. Ну это вообще... Я такие продукции стараюсь не покупать. Потому что ближе это дороги, все эти запахи выхлопные. Мясо это продукция совершенно неприкрытая. Так что я не покупаю. Да, спасибо. Спасибо вам большое за то, что позвонили. Мы продолжим это обсуждение темы после блока полезной информации. Не переключайтесь. Мы продолжаем обсуждение темы уличной торговли. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я пенсионерка Татьяна Георгиевна. Очень приятно тебе, Татьяна Георгиевна. Я сама лично покупаю зелень, овощи у бабушек, пенсионерок, которые садят, торгуют и сидят, продают свою продукцию рядом с домом, на остановках. Например, на остановке Мичурина. Я живу на правом берегу. И мои внуки покупают также эту продукцию. Мы не хотим покупать продукцию, напичканную всякими химикатами. Так что я хочу пожелать нашим садоводам продавать свой труд и вам не отказывать в этом. Выращивание лука, рябински, других овощей в нашем городе, а именно по районам. Это да. Спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Еще к некоторым мнениям в нашей группе ВКонтакте. Мне кажется, выгонять бедную бабушку, которая уже лет так за 70, которая сидит и торгует морковкой, огурчиками или еще чем-то, это нечестно. Часто такое я вижу на остановке Красномосковская. Все ходят, смотрят, кто торгует, штрафуют. Лучше бы бичей гоняли, которые там же обитают десятками. Или еще одно сообщение от Илоны Постновой. Отстаньте уже от этих бабушек-дедушек. Пусть торгуют чем хотят. Мешают они? Поднимите тогда пенсию до 50 тысяч. У нас дачи нет, поэтому все овощи для засолки всегда покупаем на стихийных рынках. У них намного дешевле, чем в магазинах. Или еще сообщение. Ольга Иванова пишет. Тоже абсолютно за такую торговлю и организовывать ничего не надо. Любая организация – это налоги, посредник. Короче, уже другая история. Сидят они на углу дома летом и пусть сидят. На засолках все у них берем. Огурцы, помидоры, грибы, зелень. И лишь против продажи мяса в любом виде нет для этого условий на улице. Константин Кайгородов пишет. На улице разные люди торгуют и под вопросом происхождения товара. Лишать человека права или возможности более-менее честного кусока хлеба заработать, а другому сузить возможность выбора. Пусть торгуют на улице и властям бы заняться этим вопросом. Но не палки в колеса вставлять, а реально помочь горожанам. Ольга Медведева пишет наоборот. Нужно их убрать, они и налоги не платят. И много таких торговцев на 9 мая. Либо еще одно мнение на наш СМС-сервис 90-20. Зачем задавать странные вопросы? Есть свидетельство предпринимателя? Платит налоги? Стоит в положенном месте? Пусть работает. А если нет, пусть уходит. Законы для этого и нужны. Вот такие разные мнения. Прямо сейчас блок полезной информации. Мы продолжим. Мы продолжаем самые жаркие споры в нашей группе ВКонтакте. Элла Сидельникова пишет. Добрый день. А как можно относиться к тому, что наши бабушки и дедушки вынуждены добирать свою пенсию продажей петрушки и редиски? К тому, что молодая девочка вынуждена торговать на улице, потому что нет нормальной работы в городе? С жалостью. Меня больше всего поразила фраза ведущего новостей. Как в цивилизованном городе? Вы о чем, люди? Это вы о Красноярске? Смешно. Вам до цивилизованного города еще и работать, и работать. Это вот есть и такое мнение. Есть мнение о том, что ракетиры с пневматикой – это что-то. Как раз только бабушек пугать, пишут наши зрители. Ну, конечно, действительно, вот то, о чем сегодня рассказывала моя коллега Виктория Лопатайте, это действительно такой привет из 90-х. Вновь появляются ракетиры, которые начинают крышевать некоторые зоны. И люди же им платят. Благо, что хоть кто-то обратился в полицию, этих людей сейчас ищут. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем ваше мнение. Скажите, вот, открывают магазины много, сейчас нерусские. На них внимания никакого не обращают, что они не платят налоги. Ни одного продавца не устроено официально. А за бабушек беретесь. Бабушки работают на даче, это такой труд. Это не просто так там пахать. Ну, то есть вы считаете, что это как бы возможно и необходимо, верно? Я считаю, что бабушки работают, они зарабатывают, и они платят налог также на дачу. А когда в магазинах открывают магазины, куда уходят эти деньги? Там ни один продавец не устроен официально. И никто не проверяет. Скажите, а как вот сделать эту работу для бабушек цивилизованным? Отвести отдельные места или вновь получится, как всегда, на окраине города, где людей нет? Как-то же порядок... Да пусть они сидят около магазинов. Например, я не против, и никто не против. Идут и покупают, и мои дети тоже покупают, и я покупаю там у бабушек. И что у них зелень куплю, чем неизвестно какую. Спасибо большое за ваш звонок. Споры продолжаются, в том числе в нашем СМС-сервисе. Да что ж у нас люди такие наивные? Откуда у бабушек лук и редиска тоннами? Да каждый день с утра до вечера торгуют, а когда они на дачу за луком ездят, да и в пучки навяжут. Прямо не бабушки, а супермен. Ну, это вы зря. Мы в свое время, в прошлом году рассказывали про невероятную бабушку, ей далеко за 80. У нее огромная теплица, где она выращивает и следит. Что-то в районе тысячи кустов помидоров. Эти помидоры тоже продают. Поэтому бабушке бабушкам рознь. Конечно, наверное, есть те, кто пытается под видом домашнего продать что-то с какой-нибудь базы. Но есть и те, кто действительно продает свое. То, что действительно выращено. И у этих людей, поверьте, есть постоянные клиенты, которые у них это все покупают. Что ж, тема вероятнее все будет продолжаться. Мы ее также в новостях ТВК будем продолжать обсуждать. А на сегодня это все. Служба информации телекомпании ТВК продолжает следить за развитием событий. Я напомню, наш телефон 265-45-00. Адрес в интернете – tvk6.ru. Спасибо, что за час вы были вместе с нами. Хорошего вечера и увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»!